Добрый вечер. На данный момент 222-й батальон, стрелковый батальон Луганской Народной Республики, который вышел с окружения в Краснолиманском районе, поселок Дробышево, находится в городе Счастье. С 30 сентября, а точнее с 14.30, выходил с окружения с большими потерями личного состава, боекомплекта, продовольствия, личных вещей. Со всего батальона осталось 193 человека. Все 193 человека стоят на трассе, на обочине, потому что высшее руководство далее в расположение части никого не пускает. Нас поддерживают наши близкие, которые привозят нам продукты питания, теплые вещи, так как на улице уже октябрь. Погода у нас не особо теплая, но пока мы сейчас радуют своим теплом. Привозят воду. Наше руководство не посчитало нужным, пока мы здесь, обеспечить нас водой, теплыми вещами, спальниками. Михей, расскажи, пожалуйста, как мы уходили, как мы выходили с кольца. С потерями большими, как мы уходили. Обрисуй ситуацию, чтобы мы достучались. А что обрисовать нахуй? Артиллерия ушла, мы оставались одни. Нас начали крыть минометами, артобстрелами. Попала колонна, когда Сдробышево в направлении Лимана выходили, нас тупо слили, нас накрыло артой. Приказ был выйти в Лиман. В Лиман мы вышли, но мы были одни. Не было ни боеприпасов, не было ничего. Все сгорело, вытянули, кого смогли. Пацаны до сих пор там остались лежать на асфальте. Все наши друзья, все наши товарищи остались там. С Дробышева на Лиман, на трассе. Как мы выходили с кольца? С Дробышева я выходил последний, я был в замыкающей группе. После меня в Дробышево не оставалось никого. Сначала ушли российские войска. Потом ушли наш взвод. Это получается вторая рота, первый взвод. Мы когда уходили, самое тяжелое место было пройти возле церкви. Потому что там, я не знаю каким чудом, но прошли все. А так, там был настолько плотный минометный огонь, что просто-напросто нельзя было поднять голову. В один как-то момент все ребята сгруппировались. И как-то, ну просто это перебежали, перелетели, не знаю. В процессе этого, ну как, пересечения этого участка, ну, я бежал последний, ну, и еще подобрали с собой двоих, а потом и третьего россиянина, который бросили. Они просто лежали пластом на асфальте и пришлось их забрать с собой. Потом шли по лесу, долго. Нашли российского солдата с перебитыми ногами. Оказали ему медицинскую помощь и доставили в Лиман. Весь маршрут происходил, пошел пешком. А это остатки нашего батальона, который вот сейчас стоит, слушает, как нас пытаются в очередной раз загнать на очередное направление. Также здесь вот гражданские, то есть жены, матеря, там даже с детьми бегают, приезжают, потому что с февраля месяца ребята не видели ни жен, ни детей. Они не были в увольнении. Некоторые даже не получили денежное удовольствие, начиная с июля месяца.